добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики давайте продолжим разбирать интересные варианты которые могут попасть в руки аккумулятор щеку и не очень значит вот сегодня привезли такую батарейку эта корпорация веста насколько мне известно эта корпорация завод по моему в днепропетровске был но сейчас их стали делать по моему в кирове если кто более в курсе уточните пожалуйста и и привезли батарейка стоит на ниве него в охране и как мне объяснили вообще не крутит вообще не крутит и почему-то не заводит вскрыл открыл и вот что увидел я надеюсь видно на батарея абсолютно сухая абсолютный каракон или нет наверное даже сахара вот в одной банке какой-то намек вот в этой баночке там издалека какой-то намек на электролит я вижу и во всех банках в остальных все абсолютно сухо тестер за нее браться не хочет замерил вот метром и увидел четыре с половиной вольта ну давайте попробую попробую как нибудь вот так вот вам показать ох ты блять только что меня было четыре с половиной вольта да вот четыре шесть четыре шестьсот шестьдесят девять план действий такое доливка воды дистиллированной сегодня я ее и ставлю на заряд батарейки нужно дать отстояться и завтра начну с этой батареи работу сейчас долью воды и доложу вам сколько в нее вошло дали водичку вошло по 140 миллилитров в каждую банку и полностью уровень электролита я еще не набрал вернее мы еще не набрали потому как вот боковые перемычки если вам видно попробую вот так вот они еще не перекрыты электролитом они должны быть перекрыты так как батарея высаженная так как эта батарейка высаженная в хлам то при заряде уровень электролита будет у нас расти так ну-ка что там еще раз замерим напряжение то же самое напряжение значит мои движения будут такие друзья подчеркну что это будут мои движения потому что начинается какая-то хуйня непонятная начинает писать да ты не то делаешь что ты не так делаешь вот надо делать так друзья давайте так вы либо кому не нравится делайте по-своему не надо мне смотреть делать какие-то целеуказания выдергивать какие-то мелочи на которые где-то каждый человек ошибается где-то что-то не договорил где-то сказал неправильно но бывает такое нам важен результат на вот мы видим 46 вольта абсолютно сухая батарея и я показываю так тоже как я с этой батареи работаю ничего больше никого не пытаюсь ни в чем убедить не рассказываю научные теории примера из какой-то нереальной фантастики все я показываю свою работу все вам принимать решение стоит ее копировать не стоит потому что некоторым товарищам говоришь не по лепешке он горит блять да не поебешки но убеждать я никого не собираюсь друзья методы не нравятся мы идите лесом там или степью горами честно портится настроение после того как почитаешь некоторые комментарии да ты ее блять ребята ну покажите докажите обратно я просто показываю как я работаю не нравится моей движники движение на ю тубе там хуево туча этих каналов переключайте переходите смотрите туда я же не упрошу вас классы блять не прошу подписаться подписались хорошо мы не подписались но и бог с ним не надо вытаскивать меня на какие-то дискуссии на какие-то блять чтобы перед кем-то оправдывался доказывал свои теории я не хочу этого делать не это делать нет никогда у меня блять работы хуево туча вот все заставлено в аккумуляторах вместо этого я трачу свои нервы на всяческих теоретиков ладненько сегодня с батареи я работать не буду дадим ей отстояться до завтра чтобы вода за счет диффузии связалась с остатками электролита который у нас на дне расположился на самом дне этого корпуса и как мы начнем работать с этой батареей будет в продолжении этого ролика и так друзья батарейка отстоялась у нас 16 часов всю ночь загнали ее зарядный бокс давайте замерим напряжение на батарее так видим напряжение после заливки воды у нас поднялось 6 вольт когда батарея обсохшая заливка воды это один из таких решающих этапов начала восстановления батареи дело в том что когда батарея выкипает и высыхает на ней образуется оксид свинца от контакта с воздухом пластины контактирует с кислородом и образуется оксид свинца который едва-едва держится на поверхности и при заливке воды этот оксид свинца вместо с отбитой активной массой он как правило его можно смыть и вот это вот этот швак он замыкает пластины и зачастую батареи в этот момент выходит из строя после заливки водой обязательно нужно смотреть на термометрию если батарея не греется значит все нормально но в нашем случае все прошло заливка прошла успешно мои предположения в том что все-таки эта батарейка она работала на ней неисправном генераторе с неисправным регулятором у регулятора напомню что четыре основных неисправности у регулятора напряжение на генераторе это первая неисправность когда интегралка выходит из строя полностью и заряд не идет совсем вторая неисправность когда происходит какой-то сбой в интегральной схеме и генератор не до заряжает дает малый заряд 3 неисправность когда интегральная схема в каком-то месте замыкает какой-то транзистор и она не выполняет своих функций то есть генератор работает напрямую и происходит перезаряд но я думаю что в данном случае именно этот вариант у нас и был и четвертая неисправность она на первый взгляд ее не видно регулятор исполняет свои основные функции идет заряд там 14 14 2 вольта но какой-то из транзисторов пробит и генератор после отключения зажигания он не теряет возбуждение то есть появляется огромная паразитка бывает до 1 ампера и в итоге высаживает аккумулятор это тоже одна из неисправностей реле ну как нибудь я если есть интерес я это могу продемонстрировать на все вот эти неисправности на этих шоколадках у меня их как у дурака махорки целая коробка но напишите в комментариях если есть интерес я сниму на эту тему ролик так ну что загнали зарядный бокс и работать будем на нашем китайце так как нам нужно нужен предзаряд и основной заряд нам нужно наполнить эту батарею абсорбировать ее зарядом подключаем зарядник у меня включен и видим как пошел у нас заряд 14 вольт 8 вольт у нас сразу 0 5 ампера и потихонечку снижается у нас напряжение и начинает расти зарядный ток зарядник у нас установлен на минималках так пошла жара на батарее появилась моментально 13 3 до опустилась до 13 3 и напряжение потихонечку растет ток минимальный 1 из 7 ну что будем мониторить следить за этой ситуации и как только будут какие-то изменения в поведении зарядного устройства будем включать запись буквально через пять минут немножко больше наверно минут 7 прошло и началось снижение напряжения вот сейчас напряжение упало до 13 вольт приехал клиент прошло еще минут 10 и напряжение у нас еще понизилась до 12 9 это нормально это хорошо по идее это напряжение должно было еще сильнее снизиться но пока видим то что есть продолжаем работку прошло уже буквально минут 20 с лишним после последнего включения напряжение держится на 12 9 вольтах на 12 9 ток прыгает 17 18 и теперь ждем как начнет напряжение у нас расти как только вырастет до 13 вольт можем потихонечку накручивать зарядный ток 13 вольт на батареи будет можно уже смело ставить 10 процентов от емкости то есть 6 ампер мы можем этой батареи поддать проработал в общей сложности с этой батареи пять с половиной часов и где-то час тому назад с 1 и 8 ампер я добавил топ до 2 ампер напряжение стабильно держится на 12 8 опустилась напряжение до 12 7 сейчас в 12 8 и держится уже на протяжении наверно двух часов так давайте ради спортивного интереса заглянем и замерим плотность так что у нас там у нас там тишина пока ради спортивного интереса ну как видим плотность для дед плотность и близко к единичке то есть пока у нас здесь находится вода вот сегодня сейчас начну работать еще с одной батареи тоже привезли вот с такими интересными показателями все по нулям 20 ампер пусковой ток и батарейка также у нас будем так говорить мертвая работать начну также на китайцы потому как просадка очень глубокая и также с глубоко просаженной батареи начнем работать на китайцы также видим сразу поднятие тока до 19 ампер 19 нас принципе устраивает и напряжение потихонечку чуть-чуть начинает расти по мере возможности проведем экскурсию небольшую прогулку и по этой батареи посмотрим как она на ее желание вводиться в эксплуатацию будет она работать у нас или нет у хозяина довольно таки испуганное лицо потому что нужен аккумулятор не каждый может себе сейчас позволить покупку батареи батареи выросли в цене где-то более чем полтора раза если в том году можно было купить допустим о ком реактор за 28000 сейчас эта цена уже 43 по моему 43 или даже 46 10 дней тому назад покупала реактор 75 если на выбор брали за 46 буквально вчера уже взяли за 53 вот так вот цены растут не по дням по часам так что друзья очень сильно уделяете внимание не сильно а пристальное внимание обслуживание батарей чтобы у вас все складывалось в пользу сохранения бюджета вот друзья началось буквально через 15 минут после того как после включения последней нашей записи началось интересное событие начало напряжение начало резко падать отток начал расти у нас скорее всего батарея у нас замкнула либо замкнула либо на ворот очистилась какая-то часть пластин и батареи начал принимать заряд но соседская батарея как видим начала уверенно поднимать напряжение уже 12 7 до 12 7 ток у нас пока на уровне полтора ампера вот смотрите что происходит с этой вестой вот такая вот история какой-то кусок швама который отбился и отгорел от перед заряда продвинулся между пластин и скорее всего замкнул ну давайте опять не будем строить предположение будем смотреть что происходит с этой батареей дальше ну что друзья еще где-то часа чуть больше часа с батареей это поработал на вернее не я поработал будем так чистосердечно говорить китайский зарядник но как видим вот это падение напряжения до 10 и 8 вольт с одновременным поднятием тока это нам указала на то что наша батарея скоро постижно скончалась замкнула какая-то из банок и когда мне пишут что вернее не так начну наверное не так я зачастую при разговоре с клиентами делаю аналогии провожу аналогию аккумулятора с человеком то есть по состоянию здоровья по возрасту по поведению во время лечения и когда мне пишут и говорят что дает целе указания что надо обязательно делать слив с батареи чтобы узнать ее емкость чтобы быть уверенным перед клиентом бля буду что вот здесь как я могу отдать батарею если на ней в ней 10 ампер очень просто отдать нужно крутящая батарея клиент должен забрать крутящую батарею и при определенных условиях как аккумуляторщик должен объяснить этому клиенту при каких условиях эта батарея будет работать изначально эта батарейка она у нас вела себя немножко неадекватно то есть напряжение стояло на одном уровне вернее было падение в начале подъем потом падение неадекватное в этой батарее затем очень продолжительное время батарея принимала заряд на напряжение которое ну такое напряжение не должно было быть 12,8 вольт скорее всего вот этот швам за который я всегда опасаюсь когда батарея высушенная и заливается вода в нее видимо он осел в каком-то месте в самом тонком где там где тонко там рвется как говорится и в этом месте образовался коротыш если вот эта батарея у нас принимает все нормально то видите привезли также батарейку высушенную высаженную но не высушенную эта батарея у нас высушенная и по аналогии с человеком когда мне говорят что нужно сливать обязательно после работы с батареей ну это равносильно тому что вот человек впал в кому человека привезли в очень тяжелом состоянии в больницу сделали необходимые там какие-то реанимационные мероприятия откачали человек начал выздоравливать и тут ему и тут опять ему говорят слушай что-то что-то непонятно надо убедиться что у тебя хорошее здоровье и давай-ка мы тебя опять в эту кому введем блять и напрашивается вопрос у пациента сразу возникнет вопрос а нахуя то же самое с аккумуляторами зачем опять вводить аккумулятор в кому ради того чтобы узнать какая у него емкость вот если кто-то сможет мне толково объяснить объясните пожалуйста вот эта батарейка у нас она после лечения вернее во время лечения скоропостижно скончалась ну что ж ничего не поделаешь батарея была в плачевном состоянии она была практически сухая ее жарили кипятили ну отодрали на всю катушку эту батарею естественно никаких вариантов с ней быть по-другому не могу и то что произошло это вполне закономерно если бы батарея вылезла да это было бы чудо там на такие батареи я даю 20 процентов 20-30 процентов что они выходят и клиент прекрасно об этом знает я его ввел в курс дела давайте по окончанию этого ролика с этой батарея будет все нормально вы не переживайте а здесь вот к сожалению так бывает и на е бывает и на е бывает давайте чтобы поставить жирную точку в нашем ролике попробуем определить какая же из баночек у нас замкнула для этого отключаем зарядник дальше я работать больше с ней не буду потому как это бесполезно вот наклеечка видите у меня пришла пустая и выше и уедет такая же пустая единственное что с координатами моего телефона так что у нас здесь не видно чтобы что-то булькало чтобы что-то играло ну вот здесь прекрасно видно вот если кто видит там целый коралл целый коралл из потекшей пластины но скорее всего возможно вот эта маночка у нас и замкнула а было так называемое оплывание пластин вот здесь это оплывание ясно видно жалко что я это сразу не заметил ну давайте так посмотрим сколько напряжения 10 и 2 давайте посмотрим что же где же у нас вот такое падение и пока я не наблюдаю замыкание явных признаков нет явных признаков замыкания я не вижу но я вижу оплывание оплывание активной массы не вернее активная масса пластин именно вот вот она вот так что а вот и здесь тоже и здесь в этой он какой-то кусок пластины и лежит прямо на поверхности пакета пластин так что друзья очень редко бывает такое но бывает и к такому исходу аккумулятор щеки должны быть готовы забыл сказать такого года так батарейка 20 года и померла не видно что батарея хорошо сильно изнушенная судя по пластинам но вот это оплывание активной массы массы оплывание пластин явно видно так как увеличить а у меня здесь не получится увеличить проф режиме снимаю ну-ка сейчас подсвечу фонариком я надеюсь видно да снимаю в профессиональном режиме вот она вот она вот он с левой стороны видно оплывшая пластинка так то что нельзя такой невеселый ролик сегодня всем добра удачи здоровья всем пока а